всем привет я петр семилет и с третьей попытки пытаюсь записать 2 2 вариант обзора fly ff 178 это такой бюджетный fly почему с третьей попытки потому что мне мешают записать то лезут собаки то еще что то и так новая попытка новой версии обзора включилась камера почему я решил снять вторую версию обзора потому что за время которое прошло с первого обзора я успел познакомиться с этим телефоном ближе познать все его прелести и гадости и хочу рассказать о них те же кто хочет узнать инженерное меню код к нему и услышать как я исполняю арию мефистофеля смотрите первый обзор а в этом я сосредоточусь просто на том что узнал нового и чем хочу поделиться но ну и и ладно ну и кратко о телефоне аккумулятор на 1800 ну и его хватает но может быть недели на две потому что если бы тут стоял процессор попроще его бы хватило несколько месяцев будет стоит спредструм на 322 мегагерц и и разумеется он рожорливее чем те что стояли в старых телефонах в общем так про разъем для наушника я прошлый раз говорил что разъем мне попался слабые наушники отсюда вылетают но это не только мне оказалось и он вовсе не слабый сам по себе разъем хороший но вот это вот отверстие она слишком маленького диаметра вот именно сама крышка на плохо спроектирована что можно сделать чтобы наушники не вылетали надо всего-то снять эту крышку и над фельдком осторожно распилить немного стеночку эту в одну сторону и в другую и тогда наушники влезают нормально то есть это буквально смысле телефон который нужно дорабатывать напильником вот из других странностей этого телефона во первых давайте посмотрим какого размера аватару нам показывает при звонке этот телефон вот видите какая аватара и больше не будет больше нельзя какого бы размера форку вы не поставили вот такая вот махонькая аватарка я не понимаю для чего вообще это сделали ну вам жалко что ли потом после завершения разговора вы попадаете не в рабочий стол а идет еще как какое-то вот типа такого меню и приходится и из него еще выходить дополнительным нажатием клавиши сброс или вот этой клавиши вот то есть вероятно это чтобы побуждать человека завершив один разговор начинать сразу другой разговор но это очень странная с таким поведением в других телефонах не сталкивался про камеру камера снимает ну как плохо размыто все у меня была когда-то моторова c650 так вот она при том же разрешение 640 не 480 снимала фотографии достаточно четкие для печати то есть но выглядело как будто снята обычной мыльницы а тут слова мыльница применить к этому фотоаппарату нельзя продолжаю радоваться звучанию в наушниках звучание разговорного динамика хорошая даже если не включали громкость полностью то на улице собеседника слышно хорошо так же как и ему или ей меня я думал что корпус очень крепко очень крепок так сказать но с боков ощущается небольшой люфт что впрочем значительно не меньше люфт чем других телефонах но все таки есть некоторые люфт лихорадочно соображаем чтобы еще рассказать об этом телефоне из того что я не говорил в той части но ничего на ум особо не идет я думал тут можно каким-то образом джаву все таки устанавливать жало приложение но оказалось что все таки нет тут нет ни джавы не даже нет читалки книг которую так любят совать в подобные телефоны даже собственно что не читал как не здесь а просмотрщик текстов и файлов но тут этого нет мне нравится плеер который воспроизводит папки вот вы входите в папку запускаете файл входите в папку через обычный файловый менеджер у меня в этом телефоне стоит карта памяти на 32 гигабайта и нормально читается вот вы входите в папку запускаете на воспроизведение и но играет себе начиная запущенной песни и до конца атом корпус проект тома йорка из радио по такой музыки сложно понять динамик это другое включим я сам небольшой любители этом фурпис мне больше нравится радио давайте послушаем как работает агату кризис хорошая звонилка с хорошим плеером требует некоторые доработки еще тут работает видео можно смотреть там видео человек такое гандер какой-то вот это я пытался 3gp а это не 3gp в общем чёрт с ним я немного был неточен это я вот с ютуба скачал mp4 и воспроизводится звука а картинки нет с другой стороны вот фильмы разные они работают которые я скачиваются с экс и вот видео тут пункт назначения фильм заставка идет и звуки при просмотре видео иногда когда вы при просмотре видео пытаетесь громче тише то громкость управляется вот этой клавишей это касается как плеера так и видео ну вот такой сумбурный дополнительный обзор получился больше мне сказать нечего хороший телефон вот кроме оговоренного всем пока спасибо за внимание с вами был пётр семилетов смотрите другие видео на этом канале в том числе краеведческие про киев